Всё лето только у центральном районе Гомеля працалотковали амаль 290 молодых специалистов. И практически усеяные стали удельниками сустреши с керавниством мясцовой администрации. Гомель Прамбут, Гомель Турыст, Гомельский Рашный Порт. Сегодня новотяжка назвать такую сферу, где не працавали б ушарашние выпускники вышедших нарушальных установ. Ранее кажуть, гэтую сустрешу не организовывали свя дома. Шакали, как молодые специалисты ближе и ознайомились с першим местом працы и сформулировали для себя усе плюсы и минусы. Бадай наибольшь значные складанности за беспечением жилем. Правда, и гэтый факт не вельми мощно уплывая на жадание шмат яких молодых людей застаться минавито у Гомели. Татьяна Кононова закончила Гомельский Державный Медицинский Университет в 2013-м и сегодня працуя у одной из городских поликлиник. Девчина твердо пироканана, что зробленный выбор застаться у городе, а не сельской мясовости, правильный. Рост карьерный, оно будет и быстрее, потому что там нет кадров, и ты можешь приехать изначально стать заведующим отделения, в некоторых местах даже заведующей амбулаторией. Но не будет такого сотрудничества, как я, допустим, могу у своей заведующей что-то поинтересоваться, спросить. Но приезжаешь сюда, не факт, что устроишься тем же заведующим. Здесь будешь обычным терапевтом, либо хирургом. Сегодня в центральном районе Гомеля денежуют больше, как пять с половой тысяч субъектов господарания. Наверное, с уликами того, что не всюду чекают специалистов с невеликим практичным опытом, это все равно больше великие макшимости карьерного роста. Особная размова об организации отпочинку. По прошлый час в центральном районе проведены великие работы по доброго парадковании территории. Тем более, что и в самой администрации сегодня затекавлены замасывать молодых специалистов. Увагу ли зараз на первых прационных месяцах застаются коля 70% недавних выпускников ВНУ. Причим, у бюджетной сферы гэтый пакашчик больше высокий, чем у промысловости. Ти застанется гэтая личба на таким узровне и удалейшим спрагнозовать складана. Але у администрации перакананы. Коли протяговать проводимую политику, проблем с кадрами быть не повинна. Создать для него максимальные комфортные условия для того, чтобы он, во-первых, чувствовал, что он не один, что его принял коллектив. Во-вторых, создать ему нормальные условия быта. Это и жилищные условия, это и материальная поддержка для создания этих бытовых условий. И вот тогда, когда в комплексе все эти задачи решаются, можно рассчитывать на то, что специалист останется жить и работать в городе Гомеле, свяжется свою судьбу с нашим городом, произойдет так называемое закрепление молодого специалиста на месте. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Игорь Марысченко. Отель радиокомпания Гомель.